В убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его жены появились новые подробности. Как сообщает информагентство Иркутск Медиа, в преступлении подозревают неплагополучную семью. Мужчина и женщина – жители Иркутского района. У подозреваемые трое детей, которых изъяли органы опеки. Накануне октябрьским судом злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде ареста. Ранее они уже были судимы. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям. Напомним, 5 марта в одной из квартир на улице Зверевого были обнаружены тела фронтовика, и его супруги их убили и ограбили. Подозреваемые были задержаны 8 марта, по неподтвержденной информации, в одной из гостиниц Иркутска. А сотрудник Братской поисково-спасательной базы производил синтетические наркотики. Во время обыска в его квартире в Усть-Илимске сотрудники полиции обнаружили мини-лабораторию и чуть более 100 граммов изготовленного наркотика. Все необходимые реактивы, а также лабораторную посуду 41-летний мужчина заказывал на химическом заводе в Челябинске. Затем, используя знания, полученные в интернете, подозреваемый превращал легальные химические растворы в запрещенные наркотические кристаллы. Продукции он употреблял лично, а также распространял посылками через водителей рейсовых автобусов Усть-Илимск-Иркутск. Но есть новости и со знаком «плюс». В Ленинском округе Иркутска на 11% снизилась подростковая преступность. По итогам 2014 года в два раза уменьшилось число общественно опасных деяний, совершенных детьми в возрасте до 14 лет. Чуть более 100 семей были сняты с учета. Окружная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав связывает улучшение ситуации с активной работой общественных организаций. В их число входят Совет Отцов, ТОСы, Женсовет, Молодежная Мэрия и Молодежная Дума Иркутска. Запретить курить за рулем. С таким предложением в Государственную Думу страны обратились активисты Российского Союза Молодежи. Об этом сообщает телеканал RT. Авторы инициативы считают, запрет на курение во время управления автомобилем позволит сократить число дорожных аварий. Ведь по информации ГИБДД, на которую ссылаются общественники, в прошлом году в стране произошло около 200 тысяч ДПДП. Пострадало более 250 тысяч человек. Представители общероссийской организации предлагают данный запрет сделать отдельным пунктом правил дорожного движения. Пока курить за рулем или нет, остается личным делом каждого, но соблюдать внимание на дороге нужно всегда. Сегодня на кольце микрорайоне Байкальский маршрутка врезалась в иномарку. Эти кадры нам прислал наш мобильный корреспондент. Сразу отметим, пострадавших нет, да и машинам нанесен незначительный урон. Самый большой ущерб, судя по этим кадрам, понес микроавтобус у него. Сломалась рамка, на которую крепится госномер. Несмотря на это, на место происшествия был вызван экипаж дорожной полиции. А если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту. Ее адрес вы сейчас видите на экранах. Или звоните по телефону 33 13 28. Субтитры сделал DimaTorzok